итак всем привет с вами добка и мы продолжаем играть кайзар шизу с николаем вторым и у нас все прекрасно рейс факт скоро пойдет австрия скоро пойдет будем заставлять их капитулировать но перед этим конечно же пока мы видим переговоры установим тут некоторый фронт на котором мы и будем стоять единственное вот с этим бы немножко конечно под разобраться тут сделать его чуть-чуть по привлекательный этот фронт было было бы неплохо и тогда мы уже сможем наши требования изъявить так сказать с немцем этом сити за все если вы такси говоря впервые подписывайся мы продолжаем вот если с германии германии это как бы имеем деба фчик там да вот этот вот у нас переговоры идут такое вот с австрией со всеми ее марионетками сателлитами как бы нет поэтому да мы здесь выставим углы для себя фронт пока виду переговоры с самой германией поступать нам кстати пока что не желательно я тут немножко переделал приказ флота а именно я взял и по выделялась сюда патрульные кораблики и они у нас ищут а вот этот вот уже именно вступает в бой через ударное сведение эти жири ребята не вступают в бой в общем-то достаточно отлично это работает пресса все говоря не является членом ригспакта а значит вы можете спокойно и капать это как раз таки антанта с ними мы разберемся и тут что-то это скрипты работают лишь он в общем то только что вся целая венгрия стала оккупированной вот так пошли какие-то шизовские скрипты дальше могу сказать про это а и конечно же нам стоит решить польский вопрос такая вот польша меня мало устроит хотя заметил что он традиционально значит мы будем решать чуть-чуть позже а вот потребуется халин можно уже в ближайшее время я думаю вот она до церкви мирный договор получаем мы там аннексику я финляндии и балтики и литвы и украины наверное еще белоруссия выходим мы на мир чем восточную пульсию гумбинин мазури нас появляется судьба сразу пруссии получаем плюс популярность перемирия до пятьдесят первого года это немало от факта не нападение и германия получают данский договор с политками на стабильность минус поддержка войны и мы можем из них и так понимаю качать ресурсы до старостной трассе я бы сказал приятный для нас мир теперь можно заняться и капитуляцией конечно же австрия тоже установили для нас так сказать безопасной территории веном контролируем можно договариваться с ними о мире кстати говоря мне кажется вот такие по мир и были бы достаточно логичными да скорее всего все страны мира не воевали бы до самого последнего жителя и страны как это делала германия в истории и япония почти что и как бы давались бы окон в принципе и происходило всегда всякие компетентские перемирия еще что-то как бы на фронте какое-то останавливается введение боев и происходит мир но к сожалению так вот не получается небес они обречены как мы трагируем хотим уступок очевидно я просто поражаюсь тому как работает батл план у меня стоит здесь миллион просто дивизии типа все дивизии мира стоят здесь и такую по одной дивизии сюда и сюда почему просто что и вот в вопросе интегрировать русские территории и по вариантку нет конечно же мы интегрируем но наш танковый дивизий справиться там вот острица согласны пропам белый мир это пока что до нашего договора пока он будет ратифицирован и будет будапештский договор допустим окей ска все наши давайте-ка отведем пока вот сюда что могу она класс их вывести не могу теперь от 10 из лучше и лучший договор мире мне дали проход примерно нигде кто кто этот мир разрабатывал гений ганты мысланд я не знаю серьезно с таким верится конечно же не буду войска я просто телепортирую ну потому что скриптовый мир как сработал на всех случаев войска выставим как бы на границе с австрией венгрии австрии и из германии германии все еще продолжается война если что с францией и тут уже все взрослые проходят службу до немножко подкосила конечно наше нападение нападение германию в целом как будто все еще она в состоянии сопротивляться и появятся даже все не так плохо ну да наверное стоит помочь нашему так сказать родственнику вильгерем у третьему искать время думаю мы так и сделаем вот тут кстати говоря судьбы а еще и требований смотрите-ка загружить австрийской империи это типа этого если они согласятся или что это просто новые кнопки появились окей ладно это не то давайте я понял все говоря помните как-то раз в одном прохождении россия вроде как замерилась а потом снова произошла война идем потому что у них появляются вот эти кнопки и сразу же они начинают их нажимать и как бы воевать снова здесь все территории мы конечно же реинтегрируем энди аннексировать туда все правильно ждем все наверное ратификации мирного договора вот такие наверное когда-то он должен быть ратифицирован уже будет конец то и можно кстати пойти отпушить вот здесь вот давайте планирование по-быстрому наберем все еще судьба аланских островов допустим здесь все все мы реинтегрируем еще мы можем начать же до строится россипирском магистраль какую-то полагаю что-то в этом вроде давайте строить ну да теперь мы продолжаем сюда наступление ну и тут конечно у них вы них шансов нету хоть этой горы а штатки слишком хороши и осталось нам тут почти ноль фокусов я бы сказал сделаем пока что китайскую политику ты быть может в китае мы как-то поучаствуем и добиваем здесь все войска которые подумали что раз тут мы воюем и чуть-чуть территорию из них отступили то они могут сюда зайти нет антанта не можете до пешки договор конец таки ралли друг другу руки арси вернулся лидерство территории просто разгромив еще одного кайзера арнополь станислав и львов прошу факт они нападение запешки мирный город уже получаются и у всех стран тоже для реально вот такие границы реально вот так господи кто вот типа сидят сидят два дипломата как вам может там целая коллегия не знаю какие блин давайте сделаем вот такой вот выступ стройку да блин хорошая идея так и будем делать себе лиц серьезно а кто вот так вот территории тут ну еще и польша независимо если что то есть типа буквально это просто анклав создали и чуть-чуть что-то что-то взяли то вообще в мире придумал что такой мир договор будет нормальным и это все что они нам отдали тут я считаю надо мы не можем терегалицию требовать прикольно этому интегрируем это мы интегрируем типа камон граница же отвратительная просто жесть хотя бы не знаю пелс этот вот но и тут тоже анклав раз-два выступ просто отвратительно если говорят без арабию потребуем нам будет уже вернуть и тут есть такой микро альянс мы пожалуй ими займемся у нас заканчивает ремонт наш флот я думаю на фоне этого можно было бы его объединить и направить дальний восток здесь я думаю у нас проблем не должно быть или партия вопрос а все герман у нас есть проход самое главное было бы смешно если бы у нас здесь не было прохода после того как мы замерились наш флот едет на дальний восток у нас еще и железнодорожное орудие оказывается было все это время про где не знал время с японии разбираться а чувствует переименовать кеннингер конечно же ваня мы поменяем это почти память прошлого и это звание эти память прошлого не знаю если свитбург ваня есть нормальная отправляется также вот эта армия на дальний восток одно я думаю нам плюс-минус должно хватить для японии еще нужно продолжать заниматься я думаю азии давайте-ка займемся с вот этими странами и в целом я тут вижу что тут вентяне такой что и маленький пожалуй сюда перебросить я думаю еще парочку армии было бы не лишним нужно разобраться с вот этими странами а то мало ли мало ли я так посчитал что нам бы это потом можно было бы и не в этой танки влепить вообще нашу пехоту можно было бы поменять всю механ наверное как бы а у нас хватит а у нас ну ладно все не хватит но частично кстати говоря я думаю он не можно какую-нибудь парочку армии делать кто-то говоря еще окружен о 10 идите я уже устал их телепортировать вот отсюда но это просто но это это боль то кто это находил это просто но оторвать руки просто надо риск можем уру мы не потребовать бессарабию давайте этим мы займемся будем сюда наши дивизии тут у итальянской федерации есть одна провинция на у них получилось хороший вопрос но ладно ну и чтобы так сказать наши исторические доводы были лучше услышаны и мы сюда конечно же еще одну танковую армию новую нашу отправим я думаю вместе с этой армией у нас должны получше слышать и мы здесь кое-как распределяем наши делить и чтобы чтобы не было никаких и дыр во фронте но господи вот так вот воевать конечно отвратительно ну давайте займемся уже синьцзянем что могу сказать говоря в китай мы можем поддержать правый гаминь дань это у нас кто национальное правительство кун меня это вот эти ребята мы их можем поддержать честно говоря не сильно большое желание ну давайте учредим чисто почему нет и у фонтянем 3 можем потребовать к китайской какой-то железнодорогу да и что же все вся россия думает только об этой китайской дошли с дороги так что обязательно надо ее потребовать оставили нам к военным что же хотим больше тем более что наш флот уже находится здесь и я еще не увидел агента но я по-моему уже увидел да наши дивизии здесь перемещаются так что они находали все я думаю в принципе с ними у нас претензий нету как бы они наши территориальные территориальных претензий удовлетворили что кстати говоря по румыне румыне так и не ответила до верно манджурию мы интегрируем разниматься японии вернутся халин в принципе какое-то событие произойдет груза халин в принципе в чем быть окей но не вернут это удача им потом пережить полям сразу весь наш флот на при по приказам еще на рейд и так владивостокский договор ага можно вести переговоры с могущественной ой ребята уже давно не могущественной можно под все договоры на падении но мы ничего не получим попросить сахалин и попросить курились острова вместе с халином давайте на курил и конечно тоже все нам нужно а кстати говоря насчет всего этого давайте ка будем выставить здесь приказа то пойдутся они нам немножко красить и здесь если что можно вот так вот пройти но мы в теории можно использовать хотя я бы конечно предпочел по нормальному вторгнуться если каждый не нам не вернуться территория вдруг вернут и отказываются это как бы их проблема что они не поняли что им предложили прекрасный выход теперь придется действовать вот таким вот образом вот вторая русско-японская начинается японцы на файлит в этот раз только все здесь будет совсем по-другому вот наш уже везде на позициях прекрасно работает наш разведывательный флот прекрасно сейчас наш обычный флот должен со всеми справиться неприятелями еще и подлодки наши должны потопить я думаю всю японскую торговлю одно уже подготовили фокус на аляску там тоже с ними немножко так сказать поболтаем на эту тему аляска кстати данный момент находится резко независимая кстати говоря и там коммунисты любопытное развитие событий много у них очень бабов но они индейцы так что этому убивать корабли вот сюда по приколу поплыли наши разведывательные не самый прекрасный вариант но уже убрали мы там приказ так что нормально стебли все будет нам бы только найти японский флот и мы нашли часть японского флота как же у нас наши авианосцы и наши принципе лейный крейсер душит этот флот наши бедные подлодки перехватили гнусные японские корабли мы конечно же не оставим их безнаказанными и вайпом раз успеем вам догонять потому что у нас здесь все в регионе открыто нашим нашим флотом прекрасно я бы сказал очень прекрасно уже немножко починить наш флот потому что мы тут неплохо повоевали но урон крайне и большой достаточно быстро я думаю остановимся это реально полтора месяца наверное максимум и будет но что тут чиниться бы намного быстрее грязь во северном анчжуре каждый раз снова выскакивает вот это тоже богом то территория а бессарабия мы не услышали никакого ответа и было достаточно времени чтобы нам ответить вывод очевиден вас решили проигнорировать игнорировать нашу россию ни в коем случае нельзя что мы сейчас разберемся образом мы стали федерации раджей вот так помогает помогая индусам а потом они наносят вот такой вот удар в спину это мы не оставим без внимания идти мы скоро срочно разберемся и и где так просто не делается за горит вас есть еще возрождение черносотенцев давайте к этим тоже займемся этим можем отправить ребятам это шеи оружие допустим давайте еще нет здесь как-то войска сами по себе очень медленно пробиваются давайте дадим им немножко стимулов атаковать вручную все по раскидываем вот мы нападаем на румынию но вот не нужно было только бессарабия но теперь у меня так просто не отделается придется поставить там арене точное производство кончается ремонт у нас почти что я думаю когда здесь точнется все кроме последнего корабля мужчинствами и у японии до полностью закончился флот мы в принципе удалили весь его думаю такой ситуации япония бы скорее всего уже контролировала хотя может и нет тем не менее либо уже японии предрешено у меня здесь же каплировала они быстро и албани и нам теперь есть смысл готовить высадку в италию ну а это у нас есть наш этот второй сказать наследный вот давайте его сюда вот и отправим вроде сюда можно да он может это пройти отлично адмирала можно поставить давайте вот это кстати говоря выглядит вроде неплохо по перкам галит мы уже полностью вернули и же его ребят все так займет какое-то время дайте потому что там очень плохая инфраструктура я думаю стоит вступить в войну все-таки уже с индий нас есть целая свободная танковая армия для этого матика и прочь иногда прыгает в этой игре отправим эту армию покарать индию за такое вероломное предательство так смотрите-ка они стремились хранится мир равно царя реальная группа контр культуристов радикальных монархистов на листов забыть могут быть полезно пригласить правительство а нет я думаю стоит забыть жалко движение у нас все таки точно прогрессивная монархия я бы сказал у нас тут есть и сенат и дума как по многопартийность то очень много очень большая многопартийность очевидно так что нам нужно избавиться думаю господи вот из этих сломанных фронтов тут никто не наступает хотя могут все наступать и вообще стоят на месте просто в окружении есть курсы кстати говоря так и не смогла побороть здесь повстанцев пусть еще винтовок не хватает а у них все еще не хватает винтовок хоть и немножко давайте дадим им линд лист у них и ты людей не хватает господи ужас давайте тогда возьмемся контроль чтобы они было меньше они отказались еще гения гения а и более того мяч уже и 2 или 3 механа вот эти вот бомжи не в обиду им но просто страницами дивизиями у них конечно же дивизии они какущие прекрасно как я обожаю воевать как я обожаю вот эти моды где делают 10 непроходимых территорий соседних и придумаю сам как как тут наступать какие фронты делать ну хотя бы они капнули все еще быстро когда я начал руками все контролить оба это приятно и дивизия потеряем и голову не прикольно я думаю давайте сделаем что-то вот типа нет такое просто чтобы никто не проходил дальше анти вот так а наши танки сейчас призываем всех войну как всех иран и афганистан с русско-японской войной и теперь с их территории можно спокойно атаковать и как я и говорил они будут покорены за то что они решили лечь под индусов они быть с нами в одном просто прекрасном союзе перед наши танки входят в индию и готовим танковую выездку в италию осуществляет вообще безумный безумец этот плюс будет просто со всеми своими почти соседями с австрии тоже для этого повоевал в принципе победил что видела территорию у италии я посадимся сюда это как раз азартам фронт с интернационалом удобный объем японию все это уже будет я думаю ребят следующей серии м был дабы подписывать и еще друг не подписано лайк комментарии то есть дискорд не забывайте все как обычно до скорых встреч пока